Всем добрый день, меня зовут Михаил, я тот самый инспектор ДПС, который принимает участие в серии влогов. Хотел бы вас поблагодарить за комментарии, я их все прочитал. Спасибо за критику и за поддержку. Один из частых вопросов задаваем нам на улицах, также в комментариях можно было прочесть вопрос о мотоциклах, на которых мы несём службу. Хочу рассказать на примере одной из моделей, стоящих на вооружении в полку ДПС, это мотоцикл BMW R1250RT, выполнен в такой полицейской версии именно от завода. Чем же он отличается от обычных мотоциклов? Ну, начнём, наверное, с кормы мотоцикла. Он имеет позади два боковых кофра на механических защёлках, которые открываются, в них мы возим наше оборудование. Также имеется задний центральный кофр, который уже открывается с помощью механического привода. Нажимаем кнопку, он откидывается, пожалуйста, здесь можно положить какие-то вещи. Например, в холодные периоды тёплый бабушки свитер никогда не помешает. Также имеется на задней части мотоцикла светопроблесковый маяк, который устанавливается на такой телескопической штанге, позволяющий регулировать его высоту, имеется подсветка. Вообще, данная часть мотоцикла мы называем как рабочий стол инспектора, то есть здесь можно заполнять с лёгкостью материалы, вести какие-то работы. На передней части мотоцикла у нас установлены светопроблесковые маяки уже в исполнении, в сочетании красного и синего цветов. Также спереду установлен видеорегистратор, на который записывается всё происходящее и сохраняется на вот такой блок. Данный мотоцикл разгоняется до 100 км в час приблизительно за 4 секунды. 3,5-4, плюс-минус. При этом потребляет топливо, один из частых вопросов. В городском цикле это где-то 6,7 литра на 100 км, в цикле трассы 5,7 литра на 100 км. Максимальная скорость данного мотоцикла на спидометр раздлинован на 240, но я думаю, что 220 поедет он смело. Вес его 354 кг, это мотоцикл 2018 года. Все думают, что он такой очень тяжелый и неуклюжий. На самом деле я могу развеять эти сомнения, и если у кого-то будет интерес, я могу даже показать на одной из своих тренировок, на что способен данный мотоцикл в действии. Спасибо за внимание. Впереди 12 часов службы. Все, поехали дальше. Здравствуйте, добрый день, лейтенант полиции. Днем беспокоит вас. По поводу светопропускаемости ваших стекол уже беспокоим у вас. Что? По поводу светопропускаемости ваших стекол. А что с ним не так? А сейчас посмотрим, если нарушение уж есть. А у вас сертификат есть у него, да? У меня есть, у каждого. Могу сейчас показать. Сразу? Сразу. Пожалуйста. Все в порядке? Да, надо в порядке. Тонирование стекло у вас, нет? Нанесены какие-нибудь покрытия? Да, я просто, у меня болею просто, мне солнце нельзя. Итерика. Я не просто так надел. Ну, вы знаете, да, что менее 70% все это пропускаемость от нарушения является. Я знаю. У вас 24,2%. Водительское удостоверение талона регистрации на машину, будьте добры. Благодарю вас. Благодарю вас. Тонирование стекло у вас, что ли, останавливаетесь? Нет. Вас нарушают мало всего? Не только. Ну и тонирование в том числе. Вот такую бумагу мы вам требования вручим. Скажите, можете ознакомиться. Это о том, что мы у вас предупреждаемся, как... Таким нарушением транспорт использовать нельзя вам. Понял? Хорошо. Так как вы устранили, это очень хорошо. Помимо, не целый подписчик ваш. Это и ваш. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Вот у нас есть такой замечательный приборчик. Тоник, наверное, может, слышали, может, где-то видели. Вот он замеряет именно процент сетпопускаемости стекла. Сейчас мы его откалибруем. Стекло немножечко приподнимите. У вас 41,9%. Должно быть 70%. Здесь подпись, фамилия, инициала ваша. А сейчас сколько? 500 рублей. В течение 20 дней, если успеете, да, то 250 будет. Да. Это у нас скачет, это ваш хопе. Всего хорошего, Геревицы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Добрый день, здравствуйте. Лейтенант полиции Леднев беспокоит вас. Так, из-за тренировки могу сразу вам сказать, я инвалидом являюсь первой группы, да? У меня доктора нет, у меня все подружающие документы есть. Я к ничему старого, у меня даже не совсем много. Я употребляю обезболивающие, потому что у меня еще до операции далеко. И у меня все, мне многие останавливают, клянусь. Я вам это, ну, то есть не обманываюсь. Вот и мелоксикам, они мне, то есть на кровь ничего не влияет, но они мне дальше начали отдавать эффект глаза и мне слизятся. Как говорится, на общественном транспорте я не могу. Я просил этот доктор дать мне это. То есть доктор дал вам разрешение, что вам можно ездить с тонированным нискакомым? Нет, нет, доктор не дал. Это уж человеческий, как говорится, фактор. Меня клянусь. Это является нарушением, если светопропускаемость у вас менее 70% могли сделать? Нет, ну я знаю, но мне же отпускают. Какую-то альтернативу данной пленке? Нет, ну мне же отпускают, реально я же не знаю. Ну я не знаю, кто вас отпускает. Водитель спусты рентал регистрации у вас будет. Сейчас замеры произведем. Если у вас светопропускаемость соответствует требованиям ГОСТа, то вопросов нет. Всего доброго скажем. Если это является нарушением, составим материал. А зачем составляетесь? Я вам объяснил почему. Потому что это является нарушением. Михаил меня зовут. Михаил, смотрите, я вам честно за рапросу, что это, ну, что это... А что, по-человеческой объяснить, это мне по пенсионному постырению, все у меня является... Я вас понял. это уже другая ситуация до которой вы говорите родственник сын у меня тонированные родственники сыновья не ездят нет понятно у вас есть на человеческое ситуация если я буду это является нарушением найдите другую альтернативу есть другие пленки которые не нарушаются это пропускаемый стекол также поглощает солнечный свет ну ладно это уж как говорится это водительскую страница арбистрация это человеческая как говорят себе от это звездочка не нарисует и наверху тебе тоже не проявляется за это поверь мне если так поступишь человечка еще будет со мной зачем это говорит вот вы все говорите я не какой-то там нарушитель есть тренировка это является нарушить нарушение я знаю но происходит тогда вы нарушаете правило лишь лишь ты наверно человек же да ты же меня понимаешь я уже течь же не 15 я вам я тебе же объяснил почему мне сейчас говорить ерунду благодарю вас за то что разрешили мне делать что как хочу давайте сейчас все будут по-человечески всех просить и все будем нарушать я же вам же объяснил свою точку зрения что это является нарушением не может вам выдать разрешение на тонировку чтобы передвигались тонирование стекла я знаю мне не выдал либо какие-то очки тогда он вам должен прописать мне не выдал но я ищусь у меня это ну болит и не должен очки должен вам прописать защитные там и должны вы ездить а материал через материал будет вставляться тонировка если нарушение имеется за тонировку будет материал состава понять нарушение имеется статья 12 5 часть 3 1 500 рублей штраф в течение 20 дней если оплачивать это действует рублей также вам будет выдать требование о том чтобы вы прекратили есть тонирование стекла давай я деру и поеду просто если на то это пошло я все равно заклею эту тонировку у меня глаза просто больны я реально очки очки я знаю я же как говорится не такого что я все тонирую потому что мне надо передвигаться мне надо кушать кормить 11 5 процентов ваш свет пропускаем стекла нормально до до 70 чуть совсем не хватает нормально пропускаем стекла у самого гостом от 70 процентов у вас 11 5 а пропускает 11 совершенно верно что оттирая алисфорта хотите 1 договорились а от дирать подбирать соберут ну то есть ничего не оформлять не будем вставлять давайте я вас первый раз вот отдираете устраняется как предупреждение будет а наш инвалид сейчас устраню гордот куда-сюда давайте я помогу не против да да цепло не опускает что но не отпускается она два года ездил клянусь меня нет ну то есть отпускали а вот отвечаем это это слово да и отпускали два года ездил у меня же там уж на 95 а если шторки я вот такие куплю шторки вы хотя бы снять можете вот если они вам не комфортно какую-то начинают доставлять дискомфорт шторку всегда можно убрать